Квадрокоптер Первое, с чего мы с вами начнем, это с установки программного обеспечения. Для этого скачиваем установочник QGroundControl с официального сайта и запускаем его от имени администратора. Во время установки вас попросят установить некоторые драйвера. Они нам понадобятся, поэтому соглашаемся. Для стабильной работы полетного контроллера необходимо отформатировать флешку, которая идет с ним в комплекте. Мы достаем ее из полетного контроллера, для этого используем пинцет, устанавливаем ее в адаптер и устанавливаем в компьютер. Далее следуем операциям форматирования. Заходим в мой компьютер, правой кнопкой щелкаем по значку SD-карты, выбираем функцию форматировать. Файловая система у нас остается по умолчанию FAT32 и нажимаем начать. Все, форматирование завершено, нажимаем правой кнопкой, выбираем извлечь, берем флешку и устанавливаем ее обратно в полетный контроллер. После форматирования подключаем полетный контроллер к компьютеру. Для этого нам понадобится кабель microUSB. Разъем у полетного контроллера находится сбоку. Ответную часть провода устанавливаем в компьютер. Запускаем QGround Control. После запуска заходим в меню настроек. Далее нам необходимо установить новую прошивку. Для этого нам понадобится интернет. Переходим во вкладку FernBow. QGround Control просит отключить полетный контроллер. Отключаем и подключаем обратно. Появляется меню выбора. Заходим в Advanced Settings и устанавливаем стандартную версию стабильной прошивки. Ждем, пока подгрузится прошивка. По завершению операции мы увидим надпись, на которой сказано «Установка завершена». Мы можем начинать настройку. После установки новой прошивки на вкладке Summary мы увидим сводку по всем параметрам Pixhoc. То, что подсвечено красным цветом, необходимо откалибровать. Этим мы и займемся. Начинаем с рамы. Заходим во вкладку Airframe, выбираем тип нашего коптера, Quadrotor X. Выбираем тип рамы, обычный квадрокоптер X-овой конфигурации. И обязательно не забываем нажать Apply and Restart, чтобы подтвердить изменения. После того, как мы выбрали раму, переходим во вкладку Radio. Эта вкладка позволяет откалибровать радиоаппаратуру. Перед калибровкой необходимо убедиться, что пропеллеры отсутствуют на коптере, а внешнее питание, аккумуляторы, не подключено. Включаем пульт. Пульт заблокирован, поэтому необходимо перевести все переключатели в исходное положение. Для этого верхние переключатели мы отчелкиваем от себя, а газ переводим в минимум. Пульт разблокировался и появилась связь с приемником. Перед калибровкой необходимо настроить режимные каналы. Для этого заходим в меню пульта. Чтобы зайти в меню, необходимо долго удерживать кнопку OK. Заходим в меню Function Setup. Заходим в меню Aux Channels. На канал 5 мы подключаем переключатель SVC трехпозиционный. Он у нас будет отвечать за полетные режимы. На шестой канал мы подключаем переключатель SVA, который будет отвечать у нас за аварийное отключение мотора. Чтобы сохранить параметры, долго удерживаем кнопку Cancel. Теперь можем перейти к калибровке радиоаппаратуры. Программа просит нас все тримы перевести в нулевое положение. Необходимо все тримы перевести в ноль по всем четырем каналам. Throttle, Roll, Pitch и Яв. После этого нажимаем клавишу OK. Программа просит перевести стик газа в минимум. После этого нажимаем Next. Перемещаем стики как на диаграмме. Стик газа вверх. Стик газа вниз. Стик газа вправо. Стик газа влево. Стик крена вправо. Стик крена влево. Стик тангажа вверх. Стик тангажа вниз. После этого необходимо то же самое проделать с переключателями, которые мы настроили. Просто щелкаем их в максимальное и минимальное положение. После этого нажимаем Next. Появляется надпись о том, что все переключатели зафиксированы. Еще раз нажимаем Next, чтобы сохранить все параметры. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok